Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы поговорим сразу о трех женщинах-блогерах, а именно о Лене Хэппи, об Оксане М.С. и Анинель с канала Я такая одна. Начнем мы с Лены Хэппи, которая на своем канале сделала очередную пародию, в этот раз на блогера Инну Судакову. Саму пародию я не слышал, мне сказали, что это был испанский стыд, я видел заставку, там отметка 18+, на превью карикатура блогерка Инна Судакова, в вульгарной позе, в одной руке сигаретка, в другой пол батона, пол буханки недоеденного хлеба, половину она уже схомячила, ну и естественно платье мини, обнажающая ляжечки, обнажающая коленки. Как я уже сказал, саму пародию из серии «Слово в слово» я не слышал, но вы знаете, даже если бы я послушал эту пародию, она бы мне ни о чем не сказала, ничего нового для меня бы не открыла, потому что Судакову я практически не смотрю. Несколько дней назад я посмотрел ее отдельные видео, потому что мне о ней все время пишут. Видео мне попались стандартные, в одном из видео Судакова лежит на пляже и рассуждает о жизни, в другом видео она идет в банк решать какие-то проблемы. Я еще тогда подумал, надо же, женщина с такой хваткой приехала в новую страну и идет в банк, что-то там решает, с чем-то не соглашается. В общем, вот и все мое представление об Ине Судаковой. И меня, конечно же, удивило то, что Лена выбрала именно ее для своих пародий. Я думал, что Лена выбирает героинь для пародий, исходя из того, какие у нее были отношения с той или иной блогершей. Например, пародия на маму Галю, да? У нее были терки с мамой Галей. Пародия на Флориду Ялту. С Флоридой Ялтой у нее тоже было недопонимание. Я думал, что исходя из этого принципа, Лена и дальше будет выбирать героинь для своих обзоров, для своих пародий. А нет, оказывается, Лена руководствуется каким-то другим принципом. Хотя, если подумать, Инна Судакова часто всплывала в разговорах Лены Хэппи, что, конечно же, наводит нас на мысль о том, что Лена, наверное, Судакову смотрит регулярно. То есть, Лена выбирает блогеров для своих обзоров, исходя из того, как часто она их смотрит. И я так понимаю, что Лена подсела на Судакову, и эта Судакова не дает ей покоя. Лену просто триггерит от этой Судаковой. И вот она решила сделать на Судакову пародию, сделать на Судакову свой юмористический обзор в стиле «слово в слово». А вот почему Лену так триггерит? Почему ее так бомбит? Это очень интересный вопрос. Скорее всего, связано это с тем, что Лена завидует Инне Судаковой черной завистью. Не по-хорошему завидует, не по-доброму. Нет, вовсе нет. Она завидует ей черной завистью, потому что Судакова добилась того, о чем Леночка мечтает, но к чему не может никак подползти. Как бы она ни пыжилась, как бы она ни старалась, ей не светит тот успех, которого Судакова смогла добиться благодаря своим зрителям и почитателям своего таланта. То есть все то, о чем Лена мечтает, чтобы ее защищали, чтобы ей присылали донаты, этого достигла Судакова, а у Лены пошла регрессия. Короче, чего добилась Судакова? Всего того, о чем Лена мечтает и грезит. Первое. Это переезд в Турцию. Лена тоже бы хотела переехать в Турцию. Но вот проблема. Как же там выживать? На что там жить? Судакова купила себе недвижимость. Недвижимость в Турции. Лене приходится об этом только мечтать. Да если бы я знала, говорит Лена, когда у меня были деньги на руках после продажи трака, я бы могла немножечко бы добавить и купили бы какую-нибудь квартирешку. Но нет, Лена и этот момент просрала. И тут она пролетела, и тут она доказала всему миру, что не способна ни на что, что она ноль без палочки. Да, там мелькает какой-то Селим, такой же ноль. Вообще отрицательная величина. Лузер высшей марки. Мало того, что лузер и никак Лене не помогает финансово, так он еще вогнал Лену в это ужасное физическое состояние, в котором она сейчас пребывает. Лена не хочет этого замечать. Она не понимает, что абьюзеры так себя ведут. Они доводят свою жертву до такого состояния, что им становится противно смотреть на себя в зеркало. То есть до такого состояния, в котором Лена сейчас пребывает. Она полностью опустилась. Она стала выглядеть по меньшей мере странно. Да, у нее аккуратная головка, у нее милая ангельская личика, но физическое состояние не к черту. Она ведь сама нам жалуется на свое состояние здоровья. До этого ее, между прочим, довел в том числе и Селим, заставляя ее есть, заставляя ее полнеть. Врачи говорят одно. Ну, что там врачи, что они понимают? Лена сама все знает. Она им там указывает, какие справки писать. Что там врачи? Нет, вот Селим точно знает, как Лене нужно выглядеть, как Лене нужно питаться, как Лене нужно работать над тем, чтобы все морщинки разгладились. На самом деле он просто тупо опускает женщину с и без того низкой самооценкой. Пожилая женщина связалась с Альфонсом, который ее все время опускает, а сам тем временем ходит в спортзал каждый день, качается, волосинка к волосинке, лак для волос, дезодорант. В общем, все как надо. А Лену загнали в угол. Лена потеряла товарный вид в конец. И это я говорю не для того, чтобы унизить Лену, а для того, чтобы ее встряхнуть. Потому что я тут недавно посмотрел старые видео Лены Хэппи. В одном из этих видео Лена знойная блондинка. Она на развозе где-то работала, что-то там развозила, но тем не менее энергичная. Голливудская улыбка до ушей. Глаза полные надежд. Во взгляде искра. Конечно, это было в самом начале ее эмиграции, до того, как ее американская жизнь побила ключом по голове и потрепала изрядно. Но тем не менее, это же всего какие-то там 7-8 лет, а такая разительная разница. Ну ладно. Возвращаемся к обзору Лены Хэппи на Инну Судакову. Смотря на которую, Лена не может пережить тот факт, что Судакова тоже нашла себе курда в Турции. Тоже нашла любовь. Но только она там не мыкается в этой Турции, а живет как королева. Пошла с ноги, открыла дверь в банк, прокричалась там, решила все проблемы. Каким-то образом она приспособилась. А Лена со своими дипломами МГИМУ, со знанием закона, потому что Лена была юристом, геолог, в том числе, по первому образованию, плюс справка о прослушанных курсах по специальности УЗИ, плюс лицензия, пусть временная, но тем не менее, учителя в штате Флорида, учитель естественных наук и природоведения, на минуточку, Лена, со всем этим арсеналом, со всеми своими дипломами, похвальными листами и грамотами, не может устроиться в этой жизни. Мыкается из угла в угол, переезжает из одной коморки в другую, и никакого просвета не видно, никакого будущего светлого не видать, и никакого света в конце тоннеля пока не видно. Хотя тут нужно отметить, что Лена, естественно, с нами не согласится. У самой Лены другое мнение на сей счет. Подтверждением того является тот факт, что Лена уж очень активничает на своем канале, подтирая старые видео. Лена удалила все компрометирующие ее видео. Видео, в которых фигурирует Вильям, ее бывший муж, видео, в которых фигурирует Родни, ее социальный партнер, черточка, сестра. То есть все видео, которые так или иначе могут компрометировать молодую жену Лену Хэппи, сейчас убираются, стираются, связано это с тем, как мне кажется, я это уже отмечал, подала все-таки документы на воссоединение со своим мужем Селимом. Для этого ей нужно, чтобы в интернете нигде ничего лишнего не всплывало, и где только можно было увидеть чистую и незапятнанную биографию Лены Хэппи, которая, естественно, в официальных бумагах будет фигурировать под другим, под официальным именем. Вот это то, что у меня было по Лене Хэппи и по ее обзору или пародии на Инну Судакову. Если у вас есть какие-то замечания, дополнения, пожалуйста, пишите. А я плавно перехожу к нашей следующей героине, а именно к Оксане Эмэс. В принципе, у Оксаны Эмэс ничего интересного не происходит, сплошное нытье, связанное с тем, что все во Франции дорожает. Жить страшно, цены растут не по дням, а по часам. Каждый раз, когда Оксана звонит в компанию, которая заливает им в котел топливо, Оксана падает в обморок, потому что каждый месяц новая цена, эта цена все время растет. Про электричество вообще говорить не приходится. Вырастет все на 75% в течение этого года и в начале следующего. В общем, очень страшно жить. Тем не менее, Оксана показала, как они с Люлю закупаются, закупают продукты. И вы знаете, по виду продуктового набора не скажешь, что Оксана с Люлю голодают. Оксана набрала большую тележку, там разнообразные продукты, и мясо, и картошка, и рыба, и фрукты, и овощи. Причем Оксана сказала, к великому удивлению зрителей, что это набор продуктов на неделю. Это 200 евро. И так каждую неделю. Люди осторожно переспросили в комментариях, вы сказали на неделю, или вы сказали на месяц. Мы не расслышали, но оказалось, что все-таки на неделю. То есть Оксана с Люлю ни в чем себе не отказывают, несмотря на то, что все очень дорого, жить стало практически невозможно. Позатянули все пояса. Ну вот, еда это святое. И вы знаете, помимо супермаркета, Оксана с Люлю любят ходить в кафе. И тут Оксана тоже ручку не отводит. Оксана очень любит пиццу заедать пирожным. Ну, не сразу одновременно, конечно, она все поглощает. Она берет себе пиццу, чаек, а потом поедает пирожное с кремом. То есть живут хорошо люди. Во французской деревне мы можем только этому порадоваться, ну, а поныть, постонать, пожаловаться на судьбинушку. Это ж национальный спорт. Как без этого? Конечно, всем сейчас тяжело. А кому сейчас легко? Будет только хуже. Так что затягиваем все пояса. Ну, а так у Оксаны все нормально. Выпускает она консервы сейчас. Я вот, если честно, даже не знаю, вот это последнее видео из супермаркета, это консервы, или это что-то новенькое. Потому что зачастую не отличишь на канале у Оксаны, что было снято вчера, а что было снято 4 года назад. В принципе, ничего не меняется в тематике, которую озвучивает, освещает на своем канале Оксана М.С. Часто она выкладывает старые видео в связи с тем, что она очень занята. Она помогает сейчас дочери в поиске и покупке квартиры в Лионе. Поэтому ей некогда снимать новые видео. Она выкладывает консервы. В общем, посмотрим, как будут продвигаться дальше дела у Оксаны М.С. Ну, в принципе, у нее все хорошо. Вот такой коротенький обзор на Оксану М.С. Я перехожу к нашей следующей героине, а именно к Нинель с канала «Я такая одна». У Нинель вышло новое видео. Мы не знаем, опять же таки, старые это съемки, новые ли. Сама Нинель себя не показывает, но мы видим Нинель, гуляющую по поместью мамы Джейчика. Мама Джейчика живет в огромном поместье, в огромном доме со своим молодым мужем. Но в тот момент, когда Нинель гуляла по поместью, ни мужа, никого другого в доме не было, была только мама Джейчика, читающая газету. Ну и Нинель, бегающая по поместью с камерой, показывающая нам все. Там собиралась какая-то компания, должны были приехать гости, привезли туда пиво, потому что брат Джейчика сам изготавливает в домашних условиях пиво, у него есть своя пивоварня. Будет китайский буфет, будут праздновать. Вернее, сама роспись состоялась год назад, но вот они теперь собираются, чтобы еще отпраздновать и в поместье мамы. В общем, идиллия, красота, все цветет и пахнет. Опять же таки, мы не знаем, это актуальное видео или все-таки старое видео, потому что, в принципе, это компиляция, это солянка, там есть видео и из России, вернее, видео, где мы видим, как Нинель летит в Россию, возвращается из России. Нинель также показала коллекцию русских книг у мамы Джейчика, потому что мама очень много путешествовала по России, привозила оттуда всевозможные сувениры. Мама очень любит русскую литературу, особенно Толстого, читает она его в переводе, но тем не менее, в общем, Нинель все это показала, все эти коллекции, с мамой перекинулась парой слов, ну а вообще, конечно, Нинель нам ничего не рассказывает о том, что именно сейчас происходит в ее жизни, она показала нам цветы, которые они сажали, с Джейчиком, что там, как там, с чем она сейчас сталкивается по жизни, мы не знаем, Нинель скрытничает, Нинель не пропускает все комментарии, у нее стоит фильтр, и это, наверное, правильно, в той ситуации, в которой она сейчас оказалось лучше вообще ничего не рассказывать, ни о чем особо не распространяться, подождать, когда все утрясется, все уладится, и уже потом приподнять завесу по мере необходимости. Главное же, что мы можем вынести из всего увиденного, так это то, что Нинель не собирается закрывать свой канал, она просто пока не готова в полной мере возвращаться на YouTube, но тем не менее, судя по тому, как аккуратно она собрала компиляцию, как аккуратно она собрала вот эту вот сборную солянку и выпустила в виде одного ролика, мы понимаем, что она все-таки будет продолжать активничать на YouTube, к великой радости своих поклонниц, ну а пока мы будем вместе с Нинель наблюдать за цветочками, за тем, как она гуляет по поместью, за тем, как у нее все цветет на заднем дворе, и если эти видео более или менее актуальны, то есть она их снимала недавно, то мы можем предположить, что Нинель по-прежнему живет в том же доме, в котором она жила с Джейчиком. Ну это опять же таки догадки, это опять же таки предположения, потому что конкретно мы ничего не знаем. Конечно, есть люди, которые могут проверить и посмотреть, кто сейчас является владельцем дома и так далее, но я думаю, все это очень долгий процесс, думаю, Нинель нам сама все потом расскажет. Вот такие у нас новости на сегодня по нашим трем блогеруньям, если у вас есть какие-то замечания, дополнения по всему вышесказанному, будь то Полене, Хэппи, Оксане МС или Нинель с канала «Я такая одна», пожалуйста, пишите, делитесь, я всегда с превеликим удовольствием все читаю и многое для себя узнаю, многое для себя открываю благодаря активным комментаторам. Благодарю всех за лайки, вообще благодарю за обратную связь, надеюсь, что у вас все хорошо, будьте здоровы, берегите себя, ну и естественно, до новых встреч на моем канале. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok